SCP-206. Объект русского филиала фонда в основном пространстве. Путешественник. Объект номер SCP-206. Класс объекта Евклид. Особое условие содержания. Точное местонахождение SCP-206 в настоящее время неизвестно, поэтому каких-либо специфических условий по его непосредственному содержанию нет. Однако был разработан ряд мер по сокрытию информации о его существовании, включающей в себя полную блокировку радиочастоты его вещания, регулярное удаление фотоснимков, которые объект периодически пересылает на Землю с помощью различных АМС и спутников. Однако перед этим все снимки должны быть скопированы и переданы на рассмотрение назначенным на объект исследователям. Вот амнезиаков сотрудникам космических агентств, которые где-либо обнаружили признаки нахождения объекта. Описание. SCP-2006 это марсоход Invictus, запущенный на Марс в рамках совместной программы Института космических исследований РАН и Европейского космического агентства 12.08.2000 году. Характеристики объекта на момент запуска, а также его чертежи смотрите в прилагающейся документации. Аппарат был успешно выведен в космос с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ». Однако на полпути к точке назначения 16.01.2000 связь с ним прервалась. Все попытки ее восстановить успехом не увенчались. 10.02.2000 и ракеты-носитель и находящийся на ней марсоход были признаны утерянными. 0.07.06.2000. Ориентировочное время прибытия аппарата на Марс Invictus внезапно вышел на связь с Европейским центром управления космическими полетами и передал 38 фотографий, подтверждающих его посадку на Марс, после чего связь снова пропала. Каких-либо других данных, помимо изображений, передано не было. Судя по полученным фотографиям, посадка совершилась в запланированном месте в кратере «Виктория». Однако через три дня была получена новая серия из 11 фотографий, на которых было изображено совсем другое место. После проведенного исследования выяснилось, что это столовые горы региона Кедония. За три дня марсоход, максимальная скорость которого 90 метров в час при условии ровной поверхности, никак не мог пройти расстояние в примерно километров. Внедрённые в Европейское космическое агентство сотрудники фонда уведомили о случившемся в своем руководстве. Однако присвоение Invictus статуса SCP-объекта и разработку условий содержания начались только 21.06.2000 году. После получения четвёртой серии фотографий, пять штук, на которых был изображён вид Марса с Деймоса, его спутника, со временем окончательно подтвердилось, что объект способен каким-то образом быстро перемещаться в пространстве. Точная скорость его передвижения не установлена, поскольку сроки между выходами на связь и пройденные за это время расстояния никак не коррелируют. Периодически SCP-206 выходит на связь с Землёй и высылает одну или несколько фотографий, на которых может быть изображено практически любое место. На данный момент получено изображение. Смотрите приложение 1. Большая часть, около 38%, снимков сделано на различных естественных космических объектах Солнечной системы, за исключением Земли. 25% составляют различные места на Земле. 21% изображений мест, похожих на аналогичные места на Земле, но с какими-либо отличиями. Подробности смотрите в приложении 1. Оставшиеся фотографии представляют собой места на неизвестных космических объектах в неопознанных участках космоса. Время между отправкой изображений каждый раз разное. Минимальный зафиксированный срок – 28 часов. Максимальный – 511 часов. Объект всегда связывается исключительно с Европейским центром управления космическими полётами. Передача изображений ведётся или напрямую, в основном при этом высылаются изображения мест на Земле, или с использованием исследовательских спутников и АМС. На ранних стадиях исследования объекта было выдвинуто предположение, что съёмкой и отправкой изображений занимается не Инвиктус, а передачи лишь каким-то образом подделываются под данные с марсохода. В пользу этого говорило то, что качество и размер фотографии не всегда соответствуют установленным на объект аппаратуре. И о принадлежности данных именно Инвиктусу свидетельствует лишь тип входящего запроса и сигнатура. Версия была поставлена под сомнение 13.08.2000, когда от SCP-206 было получено изображение уголкового отражателя «Удалено» на Луне. С помощью АМС «Смарт-1» сотрудниками фонда была проведена фотосъёмка данной местности, в результате чего возле отражателя обнаружились следы от космического аппарата, похожие на следы Инвиктуса. 30.11.2000 На одном из изображений лунной поверхности, сделанном японским спутником Кагуя, был запечатлён сам Инвиктус. В это же время от SCP-206 поступила новая фотография, изображающая именно этот участок местности. Впоследствии объект ещё несколько раз фиксировался спутниками разных стран, как на Луне, так и на других космических объектах, включая Землю. Несмотря на вышесказанное, никаких следов SCP-2006 на пересылаемых им снимком нет. Даже в тех случаях, когда фотографируются места с отражающими поверхностями. Также несколько фотографий сделано с физически невозможных ракурсов для марсохода такого размера и конструкции, как Инвиктус. Архив фотографий сделан на SCP-206. Обновление от 05.02.2000 В следствии инцидента 206.1 практически все снимки и их описания были утеряны. Ниже представлены оставшиеся данные. 07.06.2000 Количество снимков 38. По всей видимости, фотографии делались во время высадки SCP-2006 на поверхности Марса. Первая фотография сделана с высоты около 3 километров над кратером Виктория, первоначальная запланированная точка высадки марсохода. Изображен на ней, собственно, кратер. На остальных снимках также изображен кратер, но со всего уменьшающейся высоты. Последняя фотография сделана уже тогда, когда объект приземлился. На ней изображен мыс Верде, северо-западная часть кратера Виктория. Данные фотографии утеряны. 10.02.2011 фотографий. Марс, столовые горы региона Кедония. Данные утеряны. 07.06.2001 фотография. На фотографии изображен марсоход Spirit, который на тот момент направлялся к так называемой горе независимости, около километров до региона Кедония. Датчики Spirit в тот день не засекли ничего необычного. 21.06.2005 фотографий. На фотографиях запечатлена небесная сфера. Виден Марс. По расположению небесных тел было установлено, что съемка велась с Деймоса, спутника Марса. Данные утеряны. 07.07.2001 фотография. Руины храма Марса Мстителя, Рим, Италия. Это первый из присланных SCP-206 снимков, изображающих место на Земле. 13.08.2001 фотография. Луна. Уголковый отражатель. Удалено. Юго-запад от... Данные утеряны. 09.08.2007 фотографий. Гора Решмар. Южная Дакота, США. С различных ракурсов. Данные утеряны. 01.10.2001 фотография. Штурвал корабля, который, по всей видимости, долгое время находился или находится под водой. На штурвале можно разобрать буквы L, S, T и N. Данные утеряны. 14.12.2001 фотография. Рейстек Плайя. Долина смерти США. На снимке изображен след от одного из ползущих камней. Изображение на переднем плане фотографии части камня, а также траектории следа позволяют предположить, что съемки велась непосредственно с одного из таких камней. 07.02.2001 фотография. 29 ящиков с лампочками. Место опознать не удалось. Однако, судя по дверям на заднем плане, это вход в метро в одном из городов Северного полушария. 11.02.2001 фотография. Металлическая конструкция, изображающая гуманоидную фигуру верхом на четырехногом существе, отдаленно напоминающем лошадь. И всадник, и лошади, по всей видимости, собраны из большого числа мелких деталей. 01.04.2001 фотография. Устройство позднее опознанное как трактор-универсал, находящийся на крыльце Белгородского областного краеведческого музея. Белгород, Россия. 11.09.2041 фотография. На 13-ти снимках запечатлена похоронная месса в церкви. Позднее была опознана как церковь Святого Иеронима. Нордвейк, Нидерланды. На остальных фотографиях изображены похороны мужчины на кладбище упомянутой церкви Святого Иеронима, который был позднее опознан как Д... И... Главный инженер, конструктор марсохода Инвиктус. Данные утеряны. 12.09.20041 фотография. Надгробная плита на могиле Д... И... Снимок немного смазан. В момент съемки на объекте явно присутствовали потеки неизвестной темной жидкости. Впоследствии возле могилы были обнаружены следы SCP-206 и 2... Удалено. Неизвестного сорта. Данные утеряны. 24.04.20041 фотография. Гора Рашмур, однако вместо лица Авраама Линкольна на барельефе вырезано лицо Джефферсона Дэвиса. Одна из первых фотографий мест на Земле, отличающихся от оригинала. 03.07.20041 фотография. Московский Кремль. Похоже, что снимок был сделан с большого каменного моста. Стены и башни белые, хотя судя по растительности, одежде попавших в кадр людей и машинам, время съемки соответствует времени получения изображения. 01.08.20041 фото. Небольшое футбольное поле, точное местоположение установить не удалось. Примечательно, что у всех людей и некоторых объектах, запечатленных на снимке, отсутствуют тени. 15.02.20041 фото. Тадж-Махал, Агра, Индия. Судя по перспективе, съемка велась со шпиля главного купола. Внешний вид сооружения практически не отличается от современного внешнего вида. Однако на куполах различимы позолоченные символы неизвестного алфавита. Данные утеряны. 30.11.2008 снимков. Луна, кратер Коперник. Японский зод Кагуэ снял SCP-206 в этом месте примерно в это же время. 01.01.2000. Одно фото. Данные удалены. 11.01.2000. Одно фото. Внутренности охладительного контура ядерного реактора. Данные утеряны. 09.03.2000. Данные удалены. 13.03.2000. Одно фото. Храм Хафры Гиза Египет. Судя по перспективе, фотография была сделана с переносица Большого Сфинкса. Данные утеряны. 07.06.2000. Одно фото. Два неработающих телевизора. На одном из них сидит домашняя кошка. Фелис Сильветри Скатус. Смотрящая в сторону от камеры. 24.07.2000. Одно фото. Покойный человек, лежащий по всей видимости в гробу. Было высказано предположение, что это актер ПРС. Однако на момент получения снимка он был еще жив. Данные утеряны. 29.07.2000. Одно фото. Разлетающиеся стаи голубей. Позднее место было опознано как Соборная площадь Белгород-Россия. 16.08.2000. Одно фото. Большое количество мертвой рыбы. Место съемки установить не удалось. 31.10.2000. Одно фото. Вид на место водителя неопознанного танка. Об устройстве напоминает сверхтяжелый танк Маус. Однако вид намного более современный. Данные утеряны. 19.12.2000. Данные удалены. 26.03.2000. 9 фотографий. Архитектурный ансамбль, похожий на форум Августа, Рим, Италия. Однако находящийся в прекрасном состоянии. На одной фотографии запечатлено электронное табло, установленное возле здания. Предположительно являющегося храмом Марса Мстителя. В момент снятия фото на нем виден текст на неопознанном диалекте китайского языка. На данный момент удался лишь частичный перевод. Славься Марс Спаситель. Великий кормчий, выведший и поднявший под небесную. Сто цветов. Копьет в айода паразит. Щитов укроет нас. 02.04.2000. Три фото. Интерьер церкви Косница. Кутна гора Чехия. Обстановка соответствует реальной. Однако на некоторых черепах заметны три глазницы. 04.04.2000. Одно фото вид на реку Лопань из окна Харьковского национального университета. Судя по перспективе, здание как минимум на 10 этажей выше реально существующего, хотя обстановка соответствует дате съемки. Данные утеряны. Приложение 2. Инцидент 206.1. 12.02.2000. Руководитель проекта SCP-206, доктор Каразин, уничтожил все копии архива с полученным от объекта фотографиями. Удалось восстановить лишь некоторые данные об изображениях и несколько снимков. Свои действия он объяснил тем, что SCP-206 начал угрожать ему и его детям. В настоящее время доктор Каразин смещен с должности руководителя проекта и заключен под стражу. Ведется расследование инцидента. Стоит отметить, что незадолго до случившегося доктор Каразин начал общий анализ всех полученных изображений и разработку методов захвата SCP-206. Протокол допроса доктора Каразина сразу после инцидента 206-01. Опрашиваемый доктор А. Каразин, бывший руководитель проекта SCP-206. Опрашивающий доктор... Сотрудник отдела внутренней безопасности зоны 7. Начало записи. Д... Здравствуйте, доктор. Кто я такой, вы уже знаете, поэтому перейдем сразу к сути. Зачем вы удалили все присланные SCP-206 снимки? Доктор Каразин. Потому что у меня не осталось иного выбора. Объект дал мне ясно понять, что если я продолжу свои изыскания, то погибну и сам, и мои дети. А так пострадаю только я один. Да... И как же он сообщил вам об этом, доктор Каразин? Все началось месяц назад. В своем почтовом ящике я обнаружил две фотографии. На одной был изображен кратер Виктория на Марсе. Я потом проверил. Это была точная копия самой первой фотографии, присланной 206-м. Второй снимок был намного интереснее. На нем был запечатлен сам Инвиктус, явно находящийся в одной из наших камер содержания. А вокруг него были расположены какие-то странные устройства. Естественно, я тут же помчался в Зону 7, чтобы это проверить. Там, к сожалению, выяснилось, что никакого захвата SCP-206 не было. Новых фотографий от него так и не поступило. Да... Да, другие сотрудники подтвердили этого. А почему вы никому не сообщили о полученных фотографиях и не внесли их в общий архив? Доктор Каразин. Честно говоря, тогда я решил, что это дурацкая шутка моих коллег. В конце концов, доступ к архиву фотографий был не только у меня. Второй снимок я счел подделкой. А когда я, наконец, понял, что фотографии на самом деле приходят от 206-го, было уже поздно. Он ясно дал мне понять, что если я хочу, чтобы мои дети оставались в живых, мне нельзя сообщать и происходящим фонду. Да... Что же именно произошло? Доктор Каразин. Фотографии стали появляться в моем почтовом ящике каждый день. Тогда они приходили по две. На одной из них неизменно был изображен SCP-206 в камере содержания. Содержание же второй менялось. Несколько дней это были копии снимков, имеющихся в архиве фонда. Потом стали появляться фотографии со мной, как я выхожу из дома, сажусь в машину, стоя в пробке. Собственно, тогда я окончательно утвердился во мнении, что это был идиотский розыгрыш коллег. Сначала я решил не обращать на это внимания, но когда в ящике появилась фотография моей дочки, играющей в детском саду, я разозлился и решил найти этого шутника. Напротив почтовых ящиков в моем доме стоит трансформаторный шкаф. В нем я разместил миниатюрную видеокамеру. На следующий день мне пришло уже три фотографии. На одной снова был запечатлен марсоход в камере содержания. На второй был я сам, чистящий зубы, причем съемка велась с такого ракурса, как будто фотограф находился за зеркалом в моей ванной. На третьем снимке тоже был изображен я, устанавливающий видеокамеру в трансформатор. Я тут же пообщался в свою квартиру, в ванную комнату. Там я снял зеркало и отодрал находящуюся за ним плитку. Ни в стене, ни в самом зеркале ничего не обнаружилось. Я уже начал понимать, что дело обстоит намного серьезнее, чем я полагал ранее. Но все же решил проверить видеозапись. Догадайтесь, что на ней было. Вопросы здесь задаю я, доктор. Доктор Каразин. Черт, да конечно же никого там не было. Никого. К моему почтовому ящику никто не подходил. Фотографии появились в нем сами по себе. Но это еще цветочки. Когда я решил, что пора бы уже сообщить обо всем случившемся администратору зоны 7, в мою дверь раздался звонок. Удалено. Было такое ощущение, что я попал в какой-то гребаный фильм ужасов. Открыв дверь, я увидел под дверью кучу фотографий. В отличие от всех предыдущих, эти были двусторонними. На одной стороне у них было одно и то же. Изображение подписанного мной рапорта, на котором излагается все произошедшее. А вот на второй стороне, на первой же фотографии изображен мой сын, прикованный к батарее. Его глаза выколоты, а рот зашит. Я тут же кинулся в детскую, где с облегчением увидел, что оба моих ребенка спокойно спят. Вернувшись в прихожую, я начал просматривать остальные фотографии. На второй был запечатлен я сам, с перерезанным горлом, лежащий в каком-то переулке. Моя дочь, висящая в петле. Мой сын, которого разрезают на части странные существа, похожие на собак. Снова я, подвешенный за ноги, над какой-то ямой, из которой валит пар. Головы моих детей, насаженные на копья. Опять я, мой живот в спорту. Внутренности наполовину вырваны наружу. Это было ужасно. Я уже не помню всего, но ни одно изображение не повторялось. Когда я отложил последнее фото, в дверь снова позвонили. Я был слишком шокирован увиденным, чтобы думать о чем-то, поэтому дверь открыл на автомате. Снова никого. Снова куча двусторонних фотографий на полу. На этот раз, на одной стороне, неизменно было уже знакомое мне изображение SCP-206 в камере. На второй же очередной поток кошмара. Снова я и моя семья. Снова сцены нашей смерти. Очередной звонок в дверь и всего лишь одно фото. На одной стороне я, сидящий за компьютером в своем кабинете. На экране передо мной видно, что идет процесс удаления базы снимков SCP-206. На обратной явно мои дети, только более взрослые, веселящиеся в каком-то парке аттракционов. И я понял, что мне нужно сделать. Да. И вы удалили все данные об объекте. Доктор Каразин, да, я полностью снес всю базу изображений и соответствующую информацию. Данные, полученные в результате анализа снимков, мои наработки по методике захвата объекта, резервные копии. 206-й явно дал мне понять, что он хочет, чтобы его оставили в покое. Да. А что вы сделали с присланными вами снимками? Из записи видеокамеры. Доктор Каразин, от них я избавился в первую очередь. Да. Это довольно печально, поскольку без доказательств я не могу поверить вам. Судя по показаниям полиграфа, вы не врете, однако очень уж многое в вашей истории противоречит полученным данным относительно поведения SCP-206. Не было зафиксировано ни одного случая, чтобы он физически передавал снимки. Каких-либо следов пребывания объекта в месте вашего проживания также не обнаружилось, хотя обычно их удается найти. И, наконец, 206-й, несмотря на все свои способности, всегда фиксируется на записывающей аппаратуре. Вы же говорите, что на камере ничего не было. У меня остаются два варианта. Либо вы намеренно вводите нас в заблуждение с целью что-то скрыть, либо кто-то ввел заблуждение у вас. Доктор, поверьте, я искренне надеюсь на второй вариант, поэтому к нашей следующей встрече, пожалуйста, постарайтесь вспомнить что-то еще. На сегодня все. Конец записи. Продолжение следует...